8 ежегодная премия Дамы и господа, издатель международной сети The Art Newspaper, учредитель премии The Art Newspaper Russia, Инна Баженова. Дамы и господа Большая ответственность и я благодарю редакцию газеты The Art Newspaper Russia за их увлеченность и профессионализм в принятии этого ответственного решения. Юрий Авакумов. Бумажная архитектура. Антология. Я счастлив поздравить лауреата Юрия Авакумова с действительно невероятным деянием. Может быть не все из вас еще видели эту книгу, но я не просто ее видел, я просто погрузился в нее по уши и до сих пор остаюсь в каком-то глубоко заколдованном и очарованном состоянии. Можно сказать, что сейчас перед вами выступает загипнотизированный глубоко человек. В первом классе меня так вывели на сцену в школе и мне нужно было про участие в творении «Прививка» Сергея Михалкова. Я вышел и забыл все слова, когда он это увидел. Я, честно сказать, я не верил, что буду участвовать в этой церемонии. Даже когда меня предупредили, что я должен был прийти и получить, я все равно думал, что это какая-то засада. Потому что бумажная архитектура – это такой жанр маргинальный, знаете, такие заметки на полях чего-то другого. Большой архитектуры или настоящего искусства. И если, скажем, от музея «Гараж» можно было ожидать, что они издадут книгу таких вот аутсайдеров, то от The Art Newspaper я никак этого не ожидал. Субтитры создавал DimaTorzok Номинация «Личный вклад». В номинации представлено Шалва Бреус – основатель премии Кандинского и Бреус Фоундейшн за верность идеалам соцарта и поддержку современных русских художников. Владимир Потанин – основатель благотворительного фонда Владимира Потанина за филантропическое постоянство в меняющемся мире. Елена и Михаил Коресаловы – основатели фонда «Стил-Арт» за горячую любовь к искусству и готовность делиться им с соотечественниками. Владимир Смирнов и Константин Сорокин – основатели фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина за превращение молодого русского искусства в музейных. Леонид Михельсон – основатель фонда ВИЭСИ за продвижение России в авангард мирового художественного процесса. Алишер Усманов – основатель благотворительного фонда искусства, наука и спорт за интерес к титанам возрождения и спасение памятников мирового значения. Симон Мраз – атташе по культуре посольства Австрии, глава австрийского культурного форума в Москве за неустанное исследование белых пятен русской культуры. Победитель в номинации «Личный вклад» Владимир Потанин Культура именно заставляет человеку веру в лучшее в себе. А без культуры ведет к деградации личности. Без культуры – это такой аборт души, знаете. Музей года в номинации представлен Государственная Третьяковская галерея Директор Зельфира Трегулова За верность просветительской миссии Главного музея русского искусства и поиск новых путей к зрителю. Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина Директор Марина Лошак За открытость инновациям, расширение границ влияния музея и новый подход к старому искусству. Московский музей современного искусства Исполнительный директор Василий Церетель За умение идти в ногу с современным художественным процессом. Победитель в номинации музей года Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина Добрый вечер. Спасибо. Дело в том, что, находясь здесь в течение всей церемонии, Я, как герой песни Игоря Талькова, тщетно силился понять, почему именно меня пригласили вручать, да вообще, почему меня сюда пригласили. Ну, в общем, я никак не связан с искусством. Я, честно говоря, редко бываю в музеях. И даже среди моих коллег, я подумал, может быть, телевидение, Может быть, нужно кого-то от телевидения, все-таки идет съемка. Но мне сказал Алексей Гранович перед началом, что съемка ведется радиокультура. Я стал думать, ну, кто мог бы сделать это лучше меня, и таких людей много, есть люди, коллекционируют. У меня, мои коллеги телевизионные ведущие, в конце концов, у Леонида Якубовича есть свой музей. И, тем не менее, не нашел ничего лучше, чем... Я подумал, что на Пушкинском музее есть копия Давида Микеланджело, И, наверное, единственный, кто хоть внешне, как бы, отдаленно напоминает эту скульптуру, Мог бы и вручить приз. Вы знаете, при моем достаточно поверхностном знании музеев, Я всегда выделял для себя музей имени Пушкина. Прежде всего, уникальным чувством того, что вот, с одной стороны, великий русский поэт, А в каком здании жил, и какую удивительную коллекцию произведений искусства За такую недолгую жизнь он смог собрать. Вот, поэтому сейчас я бы хотел пригласить сюда на сцену Мариночку Лошак, Которую я хорошо знаю, которая меня приглашала, и я знаю, она очень отзывчивый, добрый человек. Если вдруг ты не знаешь, где отпраздновать день рождения, где, или нужна какая-то картина дома, Ну, чтобы просто произвести впечатление на случайных знакомых, Марина всегда скажет «нет», потому что для нее музей важнее. Марин Лошак, пожалуйста. 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 Марин Лошак, пожалуйста.